Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый вечер! В эфире Финам-ФМ программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Все ближе к Новый год. Вот с этого я хотел бы начать сегодняшний разговор. И уж я, находясь в этой студии, думаю об этом, что называется, вспомнил об этом не понаслышке. Во-первых, сегодняшняя тема она имеет такой, да, новогодний подтекст, я бы сказал. Мы сегодня говорим о товарах-услугах для детей и назвали так романтично «Все лучшие дети». Но это еще не все. Дело в том, что, и может быть, в сегодняшнем эфире это самое приятное для меня. Сегодня у меня в гостях три очаровательные гости. Это, я буду представлять вас, милые дамы, это Татьяна Кузнецова, заместитель генерального директора компании «Грако-М» и розничной сети «Дед Март». Добрый вечер! Добрый вечер! Это Анастасия Татулова, управляющий партнер сети семейных кафе-кондитерских «Андерсон». Добрый вечер! Добрый вечер! И это Мария Мегрелис, владелец сети детских парикмахерских «Чик-чик». Добрый вечер! Добрый вечер! Еще раз я повторю, уважаемые дамы, я очень рад вас видеть. Вы не представляете, насколько приятно в таком составе общаться где бы то ни было, но уж тем более в прямом эфире. Значит, традиционно, я просто напомню, для наших слушателей, у них всегда есть возможность присоединиться к нашей беседе, о чем бы мы ни говорили. Для этого существует телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495. Еще раз я повторю, 651099,6. И также есть возможность написать или поделиться собственными наблюдениями, что часто бывает, на сайте компании finam.fm. Вот они, собственно, все приготовления, и мы можем начать наш разговор. Все лучшее детям тема сегодняшней программы. И мы говорим сегодня о том, что мы можем нашим любимым малышам предложить. Ну и я не знаю, есть ли смысл говорить непосредственно в преддверии Нового года, а может быть и вне этого. Хотя, наверное, вспомнить о Новом году есть смысл сейчас, потому что все думают только о нем. Маша, давай с тебя начнем. Итак, у тебя сеть детских парикмахерств. Как вообще ты пришла к такой жизни, что занялась подобной? Это ведь нелегко. Я приехала в Москву 17 лет назад. Сперва я работала в рекламе, в журнале «Л». Откуда ты приехала, скажи тогда? Из Нью-Йорка. Из Нью-Йорка. Извини, приехала из Нью-Йорка в Москву, вышла замуж за французом. Вот это вот такая женская логика. Ну, между прочим, у меня бабушки и дедушки все русские, но я родилась в Америке. И в какое-то время я вообще не работала, была дома с детьми, у меня четверо детей. Четверо детей, браво, браво. Сейчас будет пятый, через несколько месяцев. Браво, молодец. И несколько лет назад у меня возникла идея открыть детскую парикмахерскую, потому что я видела, что именно вот такую парикмахерскую, как я хотела открыть, ее нет. В Москве в это время не было. В это время, то есть сейчас ты можешь сказать, что помимо твоих парикмахерских еще многие похожие существуют? Ну да, мы открыли первый салон шесть лет назад, а сейчас, я сказала бы, особенно в последний год очень много открылись. То есть смотрят все на тебя, видимо, да, и копируют. Да. Надо патентные какие-то права, видимо. Тань, ты как пришла в это дело? Расскажи, пожалуйста. Ну, могу сказать, что вообще наш бизнес, название, которое носит, вот Гракуэм, начался с рождения нашей старшей дочери, 18 лет. Мы привезли из Америки коляску и на ней въехали в наш бизнес. И вот уже 18 лет, как мы в детстве. Ну, а детские магазины, сеть магазинов Детмарт родились у нас два года назад. И, собственно говоря, вот ими-то я и управляю в большей степени. А кто непосредственно Гракуэм управляет тогда? Ну, мозг, это, конечно, мой супруг. То есть у вас, можно сказать, семейный бизнес? Семейный бизнес. И забавно, да, что и, опять-таки, можно говорить о начале этого бизнеса, вот, непосредственно, начинается он с житейских каких-то, да? Да. С житейских каких-то историй, необходимостей. То, что и у Маши, и у Тани. Настя, поделись, как у тебя все это выглядит? Ну, собственно, бизнесу три года. Сейчас в Андерсене восемь кафе и кондитерское производство. А начиналось все тоже с того, что мне было некуда ходить со своими детьми. Дети могли ходить отдельно от меня, им было куда. Я могла ходить отдельно от детей, а вместе ни одного места в Москве, куда можно было пойти комфортно родителям с детьми не было. Оттуда появилась идея, оттуда появилась кафе, она оказалась востребованной и переросла быстро в сеть. Здорово. Ну, то есть ты не выбилась, да, из нашей сейчас тенденции? Нет, не выбилась. Все произошло из лента. Хорошо. Все это здорово. И тем не менее, вот три рассказа, три отдельных рассказа. Если объединить общую идею, то мы можем сказать так, что определенных услуг на рынке не хватает. Сейчас, да, Маша говорит, уже ситуация, наверное, изменилась, но мы будем говорить. Откатим лет на пять, на десять назад. Не было тех парикмахерских, о которых шла речь, не было сети детских магазинов или товаров, да, которые могли бы быть востребованы. Не было вот мест, куда можно сходить с детьми. А как вы думаете, почему это так было? Почему это так было, Тать? Ну, так было, потому что у нас не было вообще как такового сформированного бизнеса, да. В России, да. Совершенно верно. И это был все-таки, дочь у нас родилась в 94-м году, и бизнес еще не был так сформирован достаточно. Маша, ты что хотела сказать? Ну, я просто хотела сказать, что мне кажется, 10 лет назад, ну, 10-15 лет назад очень много вещей еще не было в Москве. А если сейчас смотреть, не только детские услуги, товары, но вообще сейчас в Москве все есть. Сейчас не отличается от европейского города, от американского города. А ты часто в Нью-Йорке бываешь, кстати? Достаточно часто, да. То есть у тебя есть возможность сравнивать все-таки? Ну, да. И ты объективно смотришь так, что Москва, она вот на уровне, да, каких-то таких? Да, даже есть вещи, которые лучше здесь. Я сказала бы, сервис, например, в ресторане гораздо лучше, чем, скажем, в Париже. Да ты что? Боже мой. Я сейчас это запомню и подчеркну, это обязательно надо, да, в историю записать. То есть, в принципе, мы говорим о том, что действительно, да, страна, наша страна, наше отечество родное, она, так сказать, меняла формацию свою, она приходила из одной эпохи в другую, и, естественно, да, она начинала практически на пустом месте. Именно поэтому, да, вот эти пустоты изъяли бреши. И вы их успешно заполняете, я хочу сказать. В этом случае много еще таких пустот? Маш, нет? Мне кажется, нет. Нет. Настя? Полно еще. Полно еще. Да. Вот, вот, вот. Я считаю, что полно. Вы знаете, я не считаю, что эта ниша была пустая из-за того, что бизнес в Москве не развивался. Нет. Объективная ситуация такая, что в то время думали о том, как и чем накормить, где-то в районе картошки. Да, не до развлечений, в общем-то, было. И даже, может быть, в какой-то момент и не ужасно звучит, не до игрушек было. Поэтому, когда началась ситуация в стране меняться, наверное, меняться начал этот бизнес. Он ведь сравнительно недавно начал расти. Ну, по крайней мере, я могу судить там по рынку какому-то московскому вот общепит, именно семейного и детского. Он начал расти совершенно недавно. это пустая ниша. Она еще очень далека от наполнения. Еще будет 5 лет очень далека от наполнения. И это благодаря тому, что сейчас начинают уже, ну, к нам начинают ходить те дети, которые начали рождаться при этой президентской программе ради второго ребенка получая машину в подарок. Они приезжают на этих, да, с родителями на этой машине. На этой машине. Мне нужно русский паспорт получать. А то субсидий. Нет, ну, это давно надо было сделать. Ты уже сколько в России ты живешь, да? Нет, вам не светит, Маш. Ничего, вы какого пятого собираетесь рожать, а у нас только за второго. Да-да-да, извини, извини. У тебя уже собственный детский сад. Нет, нет, это не твой вариант. Так. То есть сейчас клиентами, да, вот эти дети... Да, просто это оживление рынка, оно имеет совершенно не эмоциональные, а такие абсолютно рациональные экономические объяснения, что есть эта аудитория, на которую теперь можно работать. А раньше это была настолько узкая и маленькая прослойка, что не было смысла нищие создавать, и нечего в них было делать. Поэтому так. Ну, а эта прослойка растет? Вот ты говоришь о том, что действительно еще этот рынок не заполнен. Растет. Не заполнен почему? Потому что нет спроса, я так понимаю. Вот этой прослойки нет. Нет. Вот сейчас спрос есть, нет предложения. Просто в тот момент, когда она начала расти, еще не было предложения, оно не начало появляться. Сейчас она начинает появляться, и надо будет, ну, какое-то количество этого предложения, оно будет догонять спрос. Документ. Хорошо, мы сейчас об этом поговорим, о спросе и предложении, естественно, а слушаем новости. Итак, друзья, мы продолжаем наш сегодняшний эфир на Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. И сегодня говорим о детях, о детях, о том, чем мы можем подсластить им их нелегкую детскую жизнь. В принципе, и тем более в преддверии того, что скоро постучится Дед Мороз. Значит, я представлю еще раз с удовольствием три грации у меня сегодня в студии. Это Татьяна Кузнецова, заместитель генерального директора компании Граку М и розничной сети Дед Март. Это Анастасия Татулова, управляющая партнер сети семейных кафе-кондитерских Андерсон. Это Мария Мегрелис, владельца сети детских парикмахерских Чик-Чик. Говорим мы сегодня о том, чем мы, собственно, чем вы, точнее, занимаетесь, да, речь идет о рынке товаров и услуг для детей. Вот если немножко абстрагироваться от непосредственно ваших, да, конкретных бизнес-идей, как этот рынок выглядит? Что на этом рынке востребовано? Настя, давай с тебя начнем. Мне кажется, сейчас все прям востребовано на этом рынке, да. Так как я уже сказала, что рынок растущий, то получается, что востребовано все. И мне кажется, и стоматологии детские появляются, и вот замечательный детский парикмахерский, и расцвет детских магазинов. Вы знаете, так как мы все сталкиваемся с рынком недвижимости, я думаю, что коллеги тоже сталкиваются. Очень много сейчас присылается предложений мне по каким-то специализированным центрам. Вот даже вот это здание детского мира, которое сейчас находится на реставрации, из него сейчас делают, там, к концу 2014 года, обещают огромный центр детский, там же больше 10 тысяч квадратных метров, и он весь будет отдан под детей. Первый, второй, третий, четвертый, до седьмого этажа, на разных ценовых уровнях, там будет огромный, там какой-то хемблис открывают. То есть очень востребованная сейчас тема, она многими развивается, мне кажется. То есть тема именно бизнеса, связанного с детьми. с детьми, да? И все-таки, я так понимаю, что основа... Бизнес на детях, цинично так звучит. Мы, кстати, пытались, когда тему для сегодняшней программы, такие идеи рождались, но это да, действительно, как-то очень... Цинично. Режет ухо. Вот. Для детей, все для детей, все для детей, все лучше детям. И я хотел бы мысль закончить, то есть непосредственно, если этот рынок развивается, Маша, действительно так, он развивается, этот рынок, у него есть потенциал, все-таки основание этого, вот пресловутая президентская программа. Детей стало появляться больше, и, соответственно, да, требуется все новое и новое. Вы знаете, я просто вижу среди моих клиентов чик-чик, что сейчас есть очень-очень много семьи, где многодетные, где очень много, где трое детей, очень много, где близнецы, у нас даже тройняшки. У меня один клиент, у нее уже было четверо детей, и она родила еще близнецы. Ну, она с тебя берет, видимо, да, пример. Они приходят, всей семьей к тебе приходят? На тройняшке, которые были, они... По одному. По двое. Двое было, и... По повышению. То есть ты видишь, да, вот этот потенциал, действительно, что у людей появляется все больше. А с чем... Ну, давайте опять так. Если сравнивать эти далекие уже, ну, не такие, может быть, еще и далекие, но тем не менее, 90-е, когда все было не так хорошо и в стране, и в семье, наверное, да. То есть сейчас, помимо исключительно прагматичных задач, да, когда появляется второй ребенок, это у родителей желание поездить на новом автомобиле. Да, Настя? А если появляется третий, четвертый и пятый, да, в любом случае, это уже какое-то другое желание. Что это за желание? Большая машина. Большая машина. Грузовик. Микроавтобус. Микроавтобус. Вот на чем оно основано? Не действительно мы стали жить настолько хорошо, настолько лучше, ну, по сравнению с 90-ми, что можем позволить себе, да, ну, не просто родить, вы же понимаете, мы все люди взрослые, есть некая ответственность, не просто родить ребенка, да, дать ему приличное образование, воспитать его, да, чтобы он, ну, желательно особо ни в чем не нуждался, мы не говорим, что он там по суперклассу, да, ходил там, одевался и питался, но тем не менее ребенок есть ребенок. Это так, Таня? Ну да, конечно. Просто людям сейчас необходимы качественные услуги, и они могут это себе позволить, слава богу. Разумеется, ну, я просто вот вспоминаю, что в 90-е годы можно было, в начале 90-х годов можно было прийти с двумя подгузниками, и это было классно. А сейчас это все доступно, но не знаю, да, в общем, качественные услуги, вот что у вас требовано, а возможности для рождения детей тоже есть. Ну, то есть, действительно, да, можно сказать, что у нас появились такие возможности, чтобы поднимать и двух, и трех, и четырех детей, то есть мы с этим справляемся, ну, а вы, естественно, помогаете, да, качественно за ними следить, качественно следить. Есть вопрос, давайте я сразу его озвучу. Ну, он такой многогранный, да, мы будем частями на него отвечать. Вообще сложно работать с детьми, спрашивает Маргарита. Кто более требовательный клиент, взрослый или ребенок? Как понять, будет ли услуга, которую разрабатывают и придумывают взрослые, популярна у детей? Ну, я, да, да, забавно. Я думаю, что, по крайней мере, те темы, которые мы сегодня обсуждаем с моими гостями, они изначально будут популярны у детей, потому что это не революция, да. Понятно, что парикмахерская, детский магазин или тем более кафе, это всегда вещь очень нужная. Ну, давайте вот этот вопрос попробуем озвучить. Кто более требовательный клиент, взрослый или ребенок, Маша? Мне кажется, наверное, взрослые, потому что с детьми, конечно, бывает сложно работать с парикмахерами, но очень сложно найти парикмахер. А ты, извини, пожалуйста, ты сама владеешь парикмахерским мастерством? Нет, но я очень часто бываю в салоне, там общаюсь с клиентом, отвечаю телефон, заказы работаю. Очень сложно найти парикмахера, которые хотят с детьми работать, потому что, действительно, это бывает сложно, дети могут плачать, у нас очень много детей боятся, кричат, плачут, но все-таки родители бывают более сложные, чем детей, потому что с этим как-то можно справиться. Ну, то есть, здесь проблема эмоциональная в основном, когда о ребенке ешь, ет речь, вот он заплакал, испугался, значит, нужно просто найти какое-то слово, условно говоря, дать ему игрушку, и у него жизнь сразу наладилась. А вот если пришел такой грустный взрослый, то, боюсь, так просто его настроение не изменить. Ну, не грустный иногда. Ну, не грустный, грубый, требовательный, требовательный. Ну, это редко бывает, слава богу. Слава богу. А, кстати, и взрослых вы тоже, да, среди клиентов? Ну, мамы и папы стрижем, у нас семейный день, там, пятница, где можно и мамы, и папы, и детей постричь. Тань, как ты считаешь, кто более требовательный? Ну, я соглашусь с Марией, да, действительно, взрослые, но дело в том, что мы же работаем с детьми, и в любом случае мы делаем акцент в первую очередь на ребенка. И поэтому, если мы правильно общаемся с детьми и уделяем каждому должное внимание, то, разумеется, оттаивает сердце взрослого, и какие-то проблемы отодвигаются на задний план, потому что с его ребенком общаются. Ну, а как стандартно вот эта вот процедура посещения магазина детского происходит? Ну, я говорю, конкретно твоего, допустим, в принципе, приходит, естественно, родитель с ребенком, ему нужно что-то купить. И я, ну, догадываюсь, да, что процесс этот может затянуться на некоторое время. И, естественно, ну, ребенку-то это уже точно надоело, это уже начинает надоедать. А, еще забавно, если пришли он, она и ребенок, да, мама, папа и сынок или дочка. То есть, первый выпадает в осадок кто? Папа все-таки, да? Сначала он. Вот. естественно, наверное, уже процесс затянулся, ребенок начинает нервничать. Иногда еще бабушка и дедушка. А, еще, боже мой, это совсем веселуха. Это совсем веселуха. И вот в этой ситуации как справиться? Как справиться? Ведь вам все равно, да, вам пришел клиент, вам нужен конечный результат. Я считаю, что все-таки нужно немножечко быть психологом и понимать, кому сейчас сложнее. Либо ребенку, либо взрослому. И тогда переключаться на... А кто этот психолог? Это, конечно же, опытный продавец-консультант, да. Если его компетенции не хватает, то либо администратор, либо директор. Но, во всяком случае, в своей компании я стараюсь подбирать лично вот эти топовые позиции для каждого магазина директоров, администраторов. Потому что, ну, я пытаюсь транслировать свое отношение вот к делу через моих сотрудников. То есть они должны, да, это твое утверждение, они должны в какой-то степени быть психологами. Да, безусловно. И должна быть любовь к детям. Это для меня очень важно при подборе персонала. То есть ключевой момент, да? Вы занимаетесь бизнесом связанным с детьми. То есть человек, который у вас работает, ну, я уж не говорю о вас лично, это очевидно, это видно по вашим лицам. Человек, который у вас работает, он должен рубить детей. Это самое главное. Это самое главное. Это самое главное. Хотя я вот сейчас пытаюсь представить себе человека, который не любит детей. Есть вообще такие? Полно. Полно? Сказала Настя. Так, я чувствую, у нее есть интересный рассказ по поводу того, как выглядит, да, эта история в кафе. Нет, ну, вот смотрите, в кафе, например, с чем мы часто сталкиваемся, ведь профессия официанта, например, это возрастной, возрастной уровень, ну, он, в общем-то, и по меру такой у нас, это там от 20 до 28 лет в среднем. Ты имеешь непосредственно возрастной уровень официанта. Официанта, да. И вы понимаете, что когда человек работает на такой позиции, от него, в общем-то, любви к детям требовать, может быть, сложновато, он еще сам ребенок. И поэтому, либо надо подбирать людей, которым комфортно с детьми, они с ними еще в некотором роде на одном языке разговаривают. Ну, это совсем уж надо кинейджера брать тогда в официанты. Ну, а что, у нас же есть, так как мы занимаемся много развлекательной программой, у нас очень большая анимационная команда, она у нас своя, штатная анимационная команда, и это люди, которым просто находить общие за детьми. Нет, это другая история, согласись, анимационные команды, это люди, условно говоря, студенты театрального вуза какого-нибудь, условно говоря. То есть у них мышление другое совсем, да. Ну, и задачи другие, им надо развлекать. А официанты ему надо подай-принеси, подай-принеси. Я представляю, опять, вот, да, ту же самую семью, давайте мы сегодня условно возьмем, да, мама-папа-ребенок и бабушка с дедушкой. Вот они всем семейством сегодня решили посетить ваше заведение. Они сначала пришли к Маше, сначала, да, пришли, постриглись, побрились, там, кому чего надо было завиться, потом пошли, значит, за покупками к Татьяне, а потом проголодались и решили перекусить. Вот сейчас они у тебя. Вы сейчас меня добили, можно ко мне сначала, потому что они уже устали. Нет, они, подожди. По дороге очень. И очень голодные. Очень устали, да, хорошо. Они позавтракали дома, начнем с этого, давай. Они позавтракали дома. Ну, хорошо, я последовательно с ней. Не, не, не. Ну, ладно, нормально, пришли. Не настаиваю, да. Все, пришли, сели. Можешь себе приставить. Нет, все-таки вот это важно. Это важно. Мне важно, что они устали, устали. Они, значит, ну, еще парикмахерскую так более-менее. Я просто, уж извините, себя тоже на некоторую позицию ставлю. Я себя пытаюсь, да, увидеть. Ну, наверное, в главе семейства. Я вот в это... Значит, ну, хорошо, парикмахерскую мне не особенно нужно ходить. Я хотела ты сказать. Да, да, Маша, спасибо. Вот. Но я все равно с ними был вместе, потому что я за рулем и, значит, там как-то слежу за тем, чтобы все хорошо себя вели, особенно бабушки с дедушками. Вот. Потом мы походили по магазинам, у меня уже вот здесь это все, как вы понимаете. И потом, наконец-то, можно присесть хотя бы. Вот мы пришли к Насте в кафе. Давай. Что происходит? Что происходит? Да. Вы пришли, сели за столик. Сначала при входе с вами поздоровались, с ребенком персонально поздоровались. А, вы же с двумя детьми пришли. Один побольше, второй поменьше. Давай так, ладно. Вот тот, который побольше, он сразу сказал, мама, мама, можно я пойду в детскую комнату поиграю? И ему сказали, иди. Подожди, а он кушать не хочет? Или ему настолько... Он хочет, конечно. Ну, его детская комната. В глубине души где-то кушет. Глубине души, да. Да, хочет, но в основном... На ребенка это похоже. Да, да. В основном все-таки он уже хочет, там, игрушку у него есть, он уже убежал играть. Более маленький ребенок, к нам очень много ходит с колясками, он сел, его сейчас будут кормить. Сел отдыхать. Вот папе, папе, мне очень забавно, но мне еще интересно, что вы им папе можете предложить в этот момент? У нас даже кафе специальное сейчас, последним открыли, Андерсон для пап называется. Вау. Если папа очень устал, он может просто сначала посидеть, отдохнуть, там у него много телевизоров с какими-то программами, которые исключительно для пап. Настя, 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 сейчас слушаем новости, потом расскажешь, как папам, собственно, выживать на этом свете. Продолжаем наш сегодняшний эфир, уважаемые слушатели Finam.fm, соответственно, бизнес-класс, я Олег Дмитриев. И очаровательные гости в студии, я еще раз представлю их, это Татьяна Кузнецова, заместитель генерального директора компании Грако М и розничной сети Дет Март, это Анастасия Татулова, управляющая партнер сети семейных кафе-кондитерских Андерсон, и это Мария Мегрелес, владелица сети детских парикмахерских Чик-Чик. Напомню еще раз, на всякий случай, телефон в студию 6510996, код Москвы 495, ну и адрес нашего сайта finam.fm. Продолжаем наш разговор. Ну, за эфиром мои гости тоже общались достаточно живо, я вынужден был их прервать, извините. Настя, давай. Вот эта картина маслом, которую мы сейчас с вами рисуем, действительно, такой среднестатистический выходной день среднестатистической российской семьи. Вот, наконец-то, путем известных событий, все это семейство переместилось к Насте в кафе. Ну, про папу мне расскажи еще поподробнее. Рассказываю. Значит, у нас есть даже специальное кафе, мы последнее открыли, называется Андерсон для пап. Папа там может получить свою долю комфорта и спокойствия, он может сесть без проводных наушников в телевизор, посмотреть, если уже он перед этим просто уже сходил по кругу, в игрушечный магазин, парикмахерскую, в стоматологию, то уже надо отдохнуть. Да, уже передоз пошел. Над ним издевались по полной. Вот. Ну, в общем-то, я вам хочу сказать, если серьезно, мы все-таки, у нас нельзя оставить ребенка, потому что есть такое, я не знаю, российское или не российское, но есть такое желание немножко в выходной, ты пришел в магазин, спихнул ребенка в детскую комнату и пошел там. И выдохнул при этом. Выдохнул, да. Все-таки мы хотим, и к нам приходят, у нас очень много людей в выходные, в будни по вечерам. К нам приходят с семьями. Родители, они могут поесть, пообщаться, пока ребенок там играет. У нас есть и планетарий, и барабанная комната, и игровая, и какие-то мастер-классы. То есть детям есть чем заняться. Ну, он потом все равно за стол, он возвращается к родителям. Все равно есть какой-то такой формат семейного обеда, завтрака, ужина, полдника, смотря в какое время. Поэтому это все равно такое семейное посещение кафе. Но мы очень стараемся, нам очень важно, чтобы комфортно было и взрослому, и ребенку. Это очень важный момент, потому что, вот я вначале говорила, что очень много мест, где комфортно либо ребенку. Вы приходите в игровой центр, там есть игровые автоматы, там бегают дети или катаются на роликах. Но, как правило, родителям совершенно не комфортно, да, потому что, ну, и часто еда не соответствует, там, потому что ты хочешь получить и уровень сервиса не такой, как ты хочешь, и, в общем-то, посидеть комфортно не получается. Поэтому это проблема. Мы стараемся сделать так, чтобы комфортно было и родителю, и ребенку. Ну, то есть, это такая стратегическая все-таки идея у вас, Абсолютно. Вам пришли с семьей, и каждый член этой семьи нашел свою отдушину. Тань, есть смысл говорить о том, что если это магазин, который торгует, прежде всего, товарами для детей, может быть, есть сопутствующие товары для взрослых, например, чтобы опять каким-то образом занять все это семейство. Или есть возможность провести взрослому человеку, пока кто-то там занимается покупками, провести время, не напрягаясь. Нет? Ну, у нас, к сожалению, нет возможности для времяпрепровождения какого-то для взрослых, только шоппинг для детей, ну, и игровые столы тоже для детей. Но взрослый может, конечно, присесть вместе что-нибудь там понатворить за столом. То есть, в этом смысле, наверное, это не совсем то, да, о чем люди приходят... Конкретно за... Конкретно, да, решать задачу все-таки, да, к Насте действительно, наверное, люди пришли... Уже после того, как решили задачу. Задачу решили и отдохнуть, да, и в этом случае у них огромный выбор здесь, да, нужен. А здесь конкретная задача. То же самое Маше, да, конкретная задача. Наверное, это правильно. Значит, говорили мы о том, что, вот, с точки зрения Марии, хотя бабушка-дедушка, да, у тебя русские, все русские, да, но ты некоторое время назад приехала из Нью-Йорка, и у тебя все-таки некий, ну, давай так, не сторонний взгляд, конечно, да, но у тебя некая возможность для большего сравнения. И вот ты пока, значит, мы все слушали новости на Финам.фм, ты предложила такой взгляд на вещи, что все-таки отношение в России, да, ко многим темам, которые мы сегодня обсуждаем, иное, чем за рубежом. Расшифруй, пожалуйста. Кажется, что русские родители очень часто бывают более требовательные, требовательные к... Ну, когда они идут в парикмахерскую, в ресторан, к сервису. Ну, часто, ну, бывают претензии, бывают, ну, как только появились, как будто немножко деньги, они себя чувствуют. В этом все предел. Важные. Важные, важные. Настя, у тебя был комментарий. По-русски говорится из грязи в князь. Ну, ладно уж, не все, во-первых, из грязи. На самом деле, есть же, действительно, это такое замечание, которое, вот, мы просто и перед этим обсуждали, что есть, есть этот вопрос, приходясь, он есть, и если рассматривать его без детей, но когда родитель приходит с ребенком, то он требует себе повышенного внимания, повышенного уровня сервиса, во всем абсолютно. Он хочет, чтобы... Это, с одной стороны, неплохо, потому что мы хотим, ну, мое детство было там несколько другим детством, моих ровесников, и ваш, наверное, был другим, и мы хотим, чтобы у наших детей было все самое лучшее, самые лучшие игрушки, самые лучшие отношения, самая лучшая стрижка, самый лучший детский праздник, когда он приходит к нам, и поэтому мы, конечно, требовательные, люди, которые приходят к нам, они требовательные, экстра требовательные. Ну, то есть, через чур все же. Ну, можно сказать, да, я просто имею возможность сравнить, потому что у нас достаточно много иностранных гостей бывает, у нас очень много семей, сейчас живет, живет здесь, и очень много семей с детьми, Которые приходят к нам, это школа французская Английская, которая учится Я вам честно скажу, я живу в Москве Много лет И отношение людей, которые приходят к нам Которые здесь в гостях В нашей стране Оно значительно более Приветливо, дружелюбное Нежели людей, которые здесь живут Может быть, это наша повышенная требовательность Но эти гости всегда скажут тебе спасибо Всегда Они всегда отметят все, что было хорошо Они более терпимы Они понимают, что кроме их детей В кафе существует много других детей И им тоже нужно какое-то внимание В общем, вот такое сравнение Оно имеет место быть Может быть, это наша повышенная требовательность Она рождает как раз тот уровень сервиса Про который приезжающие иностранные гости Говорят, что у нас такого нет Получается парадокс Да, Тань, скажи С одной стороны Вот то, о чем говорит и Маша, и Настя С одной стороны Это, ну я бы так сказал Бросает тень Да, на ментальность Российскую Это просто особенность Хорошо, ладно Это некая Ну такая особенность Все-таки со знаком минус, наверное То есть мы, видишь, меньше улыбаемся Не говорим спасибо Чрезмерно требовательны Хотя это меняется Часто говоря Ну меняется В лучшую сторону, да, Маша? В лучшую сторону Но с другой стороны, Тань Парадокс-то в чем? Что если бы не были такими требовательными Не было бы такого Настя бы, да, сказала А, для французов можно и вот так вот сделать Вот, и все И все, да Маша, скажи Можно и вот так Французам им все равно понравится Вот У нас не было бы такого семейного кафе Вот, вот, вот А пришел парень из Бирилева Понимаешь, приехал до своей семьи Французы будут жаловаться, но потом А потом, а где? А где потом? Между собой А русские уже на месте будут говорить Это меня не устраивает Это не хорошо А в чем здесь дело? Французу неловко Или он, я не знаю Воспитание французское не позволяет, да Вот высказать претензию сразу И, значит, все это дело уже закончилось Французы вышли И между собой на французский По-французски, точнее, начали вот это дело обсуждать А наши русские сразу скажут Это что? Это что? Это разные характери Есть Иногда лучше вот так Иногда хуже То есть в этом дело все-таки Тань, как ты думаешь? В чем дело-то? Ну, не знаю Я вот французов У меня есть знакомые французы Но они легче в общении Они не так сильно заморочены, как мы И не обременены Какими-то проблемами Заморочены Заморочены Вот это хорошее слово Если вы помните наш эфир сегодня Мы начинали Ну, не в прямом, имеется За кадром Начинали именно с этого Девочки Улыбаемся Потому что не все улыбались Некоторые А Настя говорит Я по утрам улыбаюсь А я улыбалась Да-да А Маша в ответ ей говорит А что же по утрам-то улыбаться? В 6 утра встанешь Еще темно Холодно Вот в этом дело-то, наверное Я думаю, да Я улыбаюсь всегда Это видно Я просто пытаюсь Стратегическую проблему Найти такую Базовую Почему мы не такие, как они, Настя? Почему? Потому что у нас холодно все время Умом России не понять Мы тоже отличные Да нет Я не говорю, что мы плохие Но мы же не такие Это видно Зато я всегда говорю Что русские больше любят детей Мне кажется Мне кажется Чем во Франции Чем в Америке Они гораздо больше Более терпеливее с детьми В ресторанах В самолетах У меня часто были случаи Например, в Air France Где я лечусь с детьми Где неприятные там Замечания Даже от людей Которые работают В самолете А в Air France Например, наоборот Ну то есть, подожди еще раз Ты лечишься своими детьми И они начинают баловаться Ну так мягко говоря Подходит стюардесса И говорит Ай-яй-яй У меня была такая случая Ребенка была полтора года Он маленький Что можно делать Она подошла И начала В принципе Более-менее меня ругать А он плакал, да, видимо? Он плакал Я сказала Вы мешайте всем Ну что можно делать И это Я думаю Это последний раз в жизни Когда я буду лететь Air France А в Вера Флоте Такие ситуации у меня Никогда не были Вообще-то логично, да? Все-таки А что, полтора года Как можно? Человеческий фактор, да Наверное, владельцы Air France Очень бы расстроились Я надеюсь, что я не знаю Мне кажется, это какой-то нонсенс С плеча рубишь Весь Air France Вряд ли так Но это не было исключение Это были самые Из всех ситуаций Самые неприятные Но у меня было много Неприятных ситуаций Похоже, да? Удивительно Я не знаю Мне как раз кажется Что действительно Может быть мы как-то Более требовательны К собственной стране, что ли Мне как раз Много лет казалось Что вот Если за границей Это нормально Когда в ресторане Ребенок Он шумит То в Москве Это очень много лет Воспринималось Как какой-то вот Мавитон Мешайся Тихо-тихо У нас мест таких не было У нас либо очень дорогие рестораны Куда ты идешь с ребенком Ребенку некомфортно Тебе некомфортно Потому что ребенок маленький Ему хочется встать Куда-то пойти Он всем мешает И получается Что вот Как раз мне кажется Здесь была такая проблема Я не чувствую такое Никогда за границей Я пожалуй в Москве Сейчас уже такого не чувствую Но вот много лет назад Это точно было Когда ты Невозможно было выйти с ребенком Ты был как бы Нежелательным гостем Ну вот как Ну я не знаю Как корректно Собачка если Собачка не знаю Как в Москве Вот некомфортно Инвалиды себя чувствуют Вот так же Вот приходя с ребенком Ты чувствовался Нежеланным гостем Поэтому Я вот как раз За границей не сталкивалась С этим Наверное Очень лояльно относится В любом случае Видите да Мы говорим о том Что меняется все Меняется лучше Это главное Это главное Я могу задать вопрос Конечно Я хотела Анастасии Задать вопрос Вы говорили Что вам кажется Что очень много В Москве Все еще нет На рынке Услуги для детей Товары для детей А именно что Мне кажется Все есть Услуг для детей О своем бизнесе Я не знаю Мне кажется Что очень много Даже вот Даже если мы возьмем Например Вот этот вот Сегмент образовательных Учреждений Сейчас вот за последние годы Много появилось И детских развивающих Центров Каких-то И студий Но я бы сказала Что это только-только Вот какое-то начало Этого пути И вот частные школы Которые у нас вроде бы есть Но их очень Их с одной стороны Очень мало Они плохо поддерживаются Государством Или вообще не поддерживаются Вот эта вот система Что начального образования Что среднего Иная кроме государственной У нас ее по большому счету Вот нормальной Какой-то стабильной системы нет Мне кажется Ее в Москве даже нет А уж за Москвой Так вообще нету У меня просто впечатление Что на самом деле Очень много И частные школы И частные детские сады И частные развивающие Маша смотри А у тебя это впечатление Как родилось Это ты живешь где-то Да В каком-то районе Москвы И вокруг действительно Вот одно А второе Третье Пятый Или ты сравниваешь Ну в интернете Когда я смотрю в интернете Ну в школы детские Сады для детей Там что есть Когда я сама Ну ищу Какие-то Развлечения Для детей На выходные Я вижу Что на самом деле В Москве Очень-очень много Единственная проблема Что особенно Когда много детей Дорого Особенно Когда много детей Ты имеешь в виду У тебя проблемы Если ты придешь Не с одним А с несколькими Ну да Мне в Москве Можно просто Великолепно Ввести время Да Ну если Посчитать Сколько деньги Это стоит Можно очень легко Несколько Стоит Опытовые должны быть Цены обязательно Для Маши Сейчас слушаем новости Еще раз Потом продолжим Итак Вновь в эфире Финам 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 Класс Меня зовут Олег Дмитриев Продолжаем Нашу сегодняшнюю беседу Говорим мы о том Что связано с детьми Товары и услуги Для них Нас волнуют сейчас Ну нас это Заволновало Именно сейчас А мои сегодняшние гости Волнуются Поэтому Достаточно давно Потому что Они давно В этом бизнесе Сейчас обидно Было мне очень Слышать Из уш Маши Да Что она Она то Примером должна быть Для многих Да Потому что у нее уже Дай бог Через некоторое время Уже будет пятеро детей И при этом она говорит Выбор для того Чтобы отдохнуть В частности Да Провести время С своими детьми В Москве Предостаточный Но получается дорого Должен быть оптовый Какой-то вариант Понимаешь Ты же приходишь Сразу с четырьмя Да Нужны скидки Скидки Многодетные Конечно Вот 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 Кстати знаком тебе Такой термин Да Что у нас Многодетные семья А раньше это была Мать-героиня Скоро можно будет Говорить о том Чтобы тебя наградить И в то же время Смотрите Настя Почему это дорого А потому что Говорит Настя Это еще не так Популярно Да Этого не так много Потому что если Этого будет больше Значит соответственно Будет конкурент Есть конкуренция На рынке сейчас Настя Как ты думаешь Конкуренция есть Уже постепенно В каких-то Может быть сферах Она там чуть больше Ну ты вот чувствуешь Сама Вот по своему бизнесу Есть конкуренция Что ты вот Вот так выстроила модель Да А потом Сама Или кто-то тебе сказал Настя Ты знаешь Вот здесь за углом Открылась А там Там все на 20% дешевле Или там вот это есть Там вот это И ты сразу Ну вы смотрите Здесь есть два аспекта Мы тоже их обсудили Во время того Как слушали новости Совместно Дело в том Что у всего Москва дорогой город Очень высокие цены На аренду Мы все с этим сталкиваемся И поэтому получается Что Все это Ну накладные расходы Достаточно высокие Поэтому ниже чем Ниже чем Определенная какая-то стоимость Ну рентабельность должна быть Очевидная Все равно Вещь делать нельзя За углом Может быть на 20% дешевле Но тогда ты вынужден Сэкономить на продуктах А в нашей сфере Это вот Мы не можем сэкономить на продуктах К нам дети ходят Они должны быть самые свежие Самые там Вкусные Самые безопасные И так далее У нас там кондитерка За сроком годности 24 часа И мы спишем Все что не продадим Потому что мы не можем Это продавать на следующий день И поэтому Всего и своя себестоимость Но что касается конкуренции В принципе Я действительно считаю Что рынок еще не наполнен Если он более-менее наполняется В Москве и в Санкт-Петербурге То дальше Дальше совсем нет И к нам очень много Приходит вопросов По франшизе Там из других городов Потому что нет детских развлечений В Москве да Более-менее Есть наполненность Дальше нет Тань Вот с этой же точки зрения Да Ну понятно Что конкуренция И так далее Знаешь Всегда волновал вопрос С этой С какой С какой С этой точки Вот Настя упомянула о том Что действительно продукты Которые предлагаются детям Должны быть самые-самые-самые Ну и дальше там можно продолжать Какие они да Вкусные Самые полезные Самые качественные Самые качественные Безопасные и качественные Да Вот безопасные и качественные С этой точки зрения Есть огромное количество Контрафакта И периодически возникают Там какие-то СМИ да Мы слышим Вот Партия Игрушек Там к Новому году Оказалось Ну я не знаю Не буду говорить Откуда их привезли Как правило Ха-ха-ха Сказала Маша Ха-ха-ха Ну да Она знает тоже Эту видимо историю Но тем не менее Они Вплоть до того Что они там Опасны для здоровья Как с этим бороться И вообще Как Проблема Решается Ну да Я знаю Конечно Мы для своих магазинов Мало того Что мы сами Что-то производим И завозим Но еще и покупаем Но если мы покупаем То уже Стабильных Больших компаний У которых Контрафакта Вообще быть не может Но Если не приведи Господи У меня появится То я конечно Не поставлю на полки Обязательно Я спешу это Пусть это будет Не выбыток Но я не позволю Это не сразу же видно Это не сразу видно Безусловно Да Но все-таки Мы работаем С компанией Извини То есть условно Смотри Как я узнаю О том Что это вот Такая вот печальная история Сначала Все привезли Все хорошо Накладные Все выглядит так же Поставил на полку Кто-то купил Второй купил Третий Пятый Десятый А одиннадцатый Пришел и сказал Ребят Вы что продали А десять купили И не пришли По какой-то причине И тогда что? Ну тогда надо проверять Сертификацию А в России Государство не снимает Вот такие товары С продажи? Государство? Таня Я лично не сталкиваюсь С такой ситуацией Но весь товар На полках моих магазинов Сертифицирован Это обязательно То есть участие Извини Участие государства Вот Маша хорошую тему приняла Участие государства В вашем бизнесе Это исключительно сертификация Если бумажка есть Проверено Что называется Мин нет И все Заулыбался Что ты заулыбался Это не так? Или участие государства Это тебя развеселило Ты еще знаешь Где государство Участвует В твоем бизнесе Государство Участвует В нашем бизнесе Проверками Не всегда Мне кажется Оправданными Но участвует То есть эта тема Тоже актуальна Это актуальна И болезненная Тема болезненная Совершенно верно Хотелось бы Особенно к детскому Потому что Ну это важно Это наше будущее Подожди Особенно к детскому То есть проверки В вашей сфере Я имею ввиду Чтобы все-таки Поддержка государства А наоборот Да Помогали Помогали А как они могут помочь? Они меньше должны вас проверять Меньше Ну не знаю Как бы Не карательные А вот именно Меры А именно Ну не знаю Объясняли Показывали Помогали все-таки Конечно Изначально Наверное У них позиция Какая должна быть Вам нужно помогать Потому что вы для детей Это делаете Вы же не алкоголем Пардон конечно Да В конце концов торгуете Да Маша Я могу объяснить Как в Америке Объясни пожалуйста Давай Порадуемся за них Например Просто бывает Что есть игрушки Или детские товары И были в продаже И возникает какая-то проблема Тогда наверное Ну там люди жалуются И когда достаточно Большое количество Там жалоб Государство Там Ну говоришь Что это нужно Снять с продажи Там И магазины Бесплатно Берут обратно Этот товар То есть Здесь Значит Основной Сейчас Основной что Основной командой Да Или основным критерием Вот правильное слово Основным критерием Будет количество Жалоб Честно говоря Я не знаю Как это работает Но мне кажется Ну если например Белись случаи Где какая-то коляска Или детская кровать Ребенок умер Даже бывает Вот такие несчастные случаи Тогда да Там государство Не знаю Мне кажется Что может быть Все-таки Это прекрасно Конечно снимать Снимать и возвращать Обратно Наверное правильно Все-таки Возрождать Вот то что мы В общем-то Немножко поубивали Может быть Пока Пока страну Чуть-чуть переделывали Производство Детских игрушек В том числе Производство Каких-то материалов Безопасных Которых можно строить В том числе Детские комнаты Вы знаете У нас очень мало Отечественных Ну в общем-то Это хотя бы В какой-то мере было Мы вспоминали Наше детство Мы-то собственно Выросли на отечественном На отечественных Это жалко Сейчас действительно У вас Очень мало Вещи производят В России Конечно Это жалко И как мне кажется Это поддержка Я понимаю Что это сейчас Фраза Она там Может быть Не очень хорошо Воспринимается Там поддержка Отечественного Производителя Но это реально важно Она воспринимается Хорошо Она просто заезжена Под ней ничего нет Да Это важно И важно помогать Важно помогать Тем сферам Каким-то Которым нужно развиваться Важно им помогать И не мешать Вы знаете Вот сейчас Например В Московской городской думе Месяц назад По-моему Какой-то депутат Замечательный И предложил закон О том Что сейчас Все заведения общепита А мы тоже попадаем Под заведения общепита Конечно же Будут облагаться Дополнительным Двухпроцентным налогом На роскошь Или там На развлечение Налог называется Да Ну вы понимаете Можно и так В принципе Если государству Денег не хватает Можно и отсюда взять Но Как мне кажется Логичнее все-таки Те сферы Которые важны Это прозвучит-то как Да-да Вы у кого берете-то У детей Детей берете Нет Можно да Можно как бы И по этому пути идти А можно все-таки Мне кажется Идти по пути Наоборот Того что те отрасли Которые в какой-то момент Жизни для государства Они важнее Производство Детских вещей Игрушек Производство Того что тебе важно В данный момент Может быть наоборот Какие-то создавать Льготные условия Для развития Чтобы люди этим занимались А не делать все возможное Для того чтобы Этим не занимались Чтобы не занимались Вот именно Чтобы душить Нет Потом это логично Смотри Как правильнее Мы же начинали опять С того да Что существует Государственная программа Стимулирование Хотел сказать Как правильно звучит она Не знаю Надо Владимира Владимировича Сверхит Ну да ладно Тем не менее да Государство Заинтересовано Ситуацию демографическую Чтобы да решить Оно говорит Рожайте, рожайте, рожайте Ну и что и нарожали Нужно развивать Сопутствующие Совершенно верно Садами проблемы До сих пор Обучающих Значит Образовательных учреждений Не хватает Учителей не хватает Учителей не хватает Врачей не хватает Значит Покушать с ребенком некуда Постричься Слава богу Маша хоть у нас здесь Купить Игрушки тоже закупаем Да 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 Где же логика тогда То есть мы программу Задали вектор А ничего в этом направлении Не делается У вас на самом деле В России Не все так уж плохо Потому что Боже мой Как хорошо Что с вами Маша У вас Отличный детский садик Например Мой младший сын Ему три годика Он год назад Начал идти в русский садик Он самый первый Из моих детей Который пошел в русский садик Я не знаю почему Раньше я не хотела послать И там все так хорошо И не очень дорого Это один вещь Который в Москве Не очень дорого Хороший государственный садик Он там с утра до вечера Кушает там Отличные там Питания Ну хорошее питание Я думаю Отличные там Очень хорошие люди Там работают Педагоги И вот такие В Америке Наверное есть Но это очень Очень дорого Во Франции Есть вот такие Но здесь все таки Для мамы Которые работают Мне кажется Есть достаточно Много плюсов Которых в Америке нет Нет Огромное спасибо Я немножко так воспрял духом Ну в том плане Что в России А ты мне скажи Насколько легко Туда устроиться Вот этот государственный садик Да Это дешевый Он бюджетируемый Насколько легко Нам было легко По блату Честно только говори Я не сказала По блату Я думаю Как я понял Что в садиках Все родители Очень часто делают Какой-то первый внос И нет Не только иностранцы Но это Но тоже нормально Потому что на самом деле Там они покупают Вещи для садика Маша сейчас Спалила садик Какой-то Вещи Не потому что Если там платить Там действительно Там 990 рублей в месяц Если платить То что официально За 990 рублей в месяц Извините Но что можно делать Это нормально На самом деле Что будет Чуть дороже Наверное Но я знаю Что в детский сад Записываются С рождения Вот из роддома Вышли И записались И в очередь встали Это актуально Это действительно Проблема есть И в хорошие центры Развивающиеся Также записывают Ну Не знаю Может быть Может быть Очередь есть Но есть возможность В любом случае Устроить детей Там Если записываться Заранее Там и все А в Америке Такой возможности Нет Государственной Именно Ну ладно Мы понимаем Прекрасно О чем речь Мы понимаем Прекрасно Что есть Не все еще так хорошо У нас в отечестве Родимов Но главное И вот видите Маша Не даст соврать Она все-таки Еще раз повторю Некой сторонний взгляд У нее Есть возможность До сравнения Она еще раз повторяет В России Не все так плохо Это здорово Ну Долго ли Коротко ли Извините Уж я Такие цитаты Себе позволю Поскольку мы говорим О детях Сегодня Долго ли Коротко ли Но к сожалению Наша беседа Будет сейчас Уже завершаться Время не заканчивается Я еще раз Представлю с удовольствием Моих сегодняшних гостей Итак Сегодня мы говорили о том Что все лучшее Безусловно детям Мы обсуждали бизнес Товары и услуг для детей В гостях были Татьяна Кузнецова Заместитель генерального директора Компании Грако М Героичной сети Дет Март Спасибо тебе Таня Спасибо вам большое Анастасия Татулова Управляющая партнер Сети семейных кафе Кондитерских Андерсон Спасибо Настя Спасибо И Мария Мегрелес Владелец сети Детских парикмахерских Чик-чик Спасибо Маше Спасибо вам Я очень рад вас видеть Действительно Вы очаровательны Спасибо вам Что вы пришли к нам Сегодня в гости Я хочу поздравить вас С наступающим Новым годом Вас Маша И ваших детей Ваших детей Личных ваших детей И тех кто к вам ходит Успехов вам в бизнесе Огромное спасибо До свидания Спасибо за внимание